Идейными вдохновителями и создателями проекта «Недетская помощь для победы» стали воспитанницы и волонтёры клуба «Мечта» Центра внешкольной работы Ольга Гришина, Полина Шаркова и Анастасия Кучерова. Девушки отправили проект на всероссийский конкурс «Росмолодёжь. Гранты». Инициатива саровчан стала победителем и получила финансирование для реализации. Теперь на базе ЦВР ребята вместе со взрослыми помогают фронту, плетут маскировочные сети для военнослужащих СВО. До средства гранта закупили необходимые материалы и оборудование. Работа мастерских уже кипит вовсю. У нас была встреча с военнослужащими, которые пришли как раз с фронта. Они проводили беседу с нашими подростками. Мы им тоже всё рассказывали про проект, показывали наши ткани. Они оценили, сказали, что действительно очень нужны маскировочные сети и они спасают жизни. На самом деле маскировочные сети – это расходный материал. Как бы мы их ни сплели, военнослужащие уже на месте их будут корректировать под своё место. Самое сложное в изготовлении маскировочных сетей – подготовительный этап. Сети нужно разрезать определённым образом на кусочки нужного размера, потом оплести шнуром и привязать ниткой. Так сеть, которая называется «Дель», подготавливают к дальнейшей работе. Чтобы было чем оплетать сети, нужно нарезать ткань на одинаковые лоскутки. Это тоже определённая техника. Всем этим занимались две группы ребят из 17-й школы. Я резала ткань на то, чтобы её вплетали в сетку. Только это компленно, да? Да. Насколько это сложно? Это довольно легко, это справятся даже подростки, дети и взрослые. С помощью этих сеток бойцы будут скрываться от противников или защищаться от них. Это довольно-таки может спасти им жизнь или помочь в разведке. Третья группа оплетала маскировочные сети тканью под руководством наставников. На всё у школьников ушло полтора часа. Для ребят новый опыт оказался интересным. Многие из них понимают важность такой работы, которая может спасти жизни людей. Надо было вставлять ткань, которая сливается с землёй, с травой, пропускать её в сетку и завязывать снизу узлы. Чтобы помочь военнослужащим, чтобы их, например, не обнаружили, помогли, спасли им жизнь. Пока маскировочные сети плетут в клубе «Мечта», но в дальнейшем помогать в работе будут клубы «Восход» и «Здоровье». Маскировочные сети волонтёры будут делать по сезонам. Сейчас пока плетут осенние сети, а как только выпадет первый снег, ребята начнут изготавливать зимний вариант изделия. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.